Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 7 июня и сегодня я буду высаживать рассаду огурцов в открытый грунт. Но у меня это не совсем открытый грунт, это как раз вот та старая теплица моя, которую я показывала, ну которая очень-очень-очень такая уже. Ну короче так, от тепла она огурцы не защищает, потому что тут даже вот этих дверей нет. Половина дверей. И мы ее все собираемся снести. Я когда про палочки рассказывала, я ее показывала, говорила, что здесь хранятся палочки помидорные, чтобы они не мокли на зиму. Но огурцы я все-таки сюда продолжаю высаживать, во-первых, потому что у меня здесь уже структурированный такой грунт. Я очень часто сюда добавляла вот этот перегной, черную землю. Каждый год огурцы здесь выращиваю. И эту землю мне бросать жалко, во-первых. Во-вторых, тут у меня уже вот эта сетка натянута. Шпалерная. И поэтому мне здесь веревочки не нужно будет натягивать. И еще, хоть от холода здесь огурцы мои не предохранены. Ну тут почти так же холодно, как на улице. Но зато вот это вот потолочное покрытие все-таки предохранит огурцы от града, которые в последнее время очень часто у нас случаются. И предохранят вот эти стены, хоть они и старые, полуразрушенные, но от ветра. Поэтому я ее не бросаю. Вот сделали подпорки, чтобы она не обрушалась. А стекла эти все-таки какое-никакое, но это защита растения. Тем более вы знаете, что огурцы, они очень нежные и слабые. И если ветер будет или град их побьет, это не томаты. Они уже так сильно не обрастают, они могут погибнуть. Поэтому я не отказываюсь от этой теплицы. Но высадить сюда рано я не могу, потому что здесь так же холодно, как на улице. И поэтому, когда я говорила, что я живу в сибирском регионе, у нас огурцы раньше 10 июня не высаживаем. Вот, сегодня 7 июня, подошла пора, я высаживаю огурцы. Конечно, рассаду выращиваю заранее, потому что если бы я сюда еще сейчас прямым посевом грунт сеяла, это было бы еще позже, я бы не дождалась, когда у меня будут огурцы. Поэтому выращиваю рассаду. Но так как она долго стоит и долго ждет, она у меня немного переросшая, вытянутая, вытянувшаяся. Какие-то вообще остались, вот эти вот, которые уже с огурцами, от тех, которые были предназначены для раннего урожая. Им там места не хватило, я их сюда посажу. Потому что они хорошие, здоровые, они нехилые, они уже с зачатками. Но это отдельно, это исключение. В основном, хочу вам показать, как я буду высаживать переросшую рассаду огурцов. Ой, она уже сцепилась. Сейчас, подождите минутку, отцеплю. Потому что некоторые люди, особенно начинающие, они не знают, что делать с огурцами, которые вот так вот вытягиваются. Видите, вот эта Настенька, вот она маленькая Настенька. И придя высаживать этот огурец, человек, ну, просто не знает. И много вопросов есть, можно ли заглублять по семидоли. Можно ли их как-то вот выбрасывать, эту переросшую рассаду, или что с ней делать. Потому что самостоятельно она уже не стоит. Она уже такая длинная. Она же начинает уже, вот тут уже усы. И я вам сейчас сразу скажу, что с огурцами мы можем делать все то же самое. По крайней мере, я делаю все то же самое, что с томатами. Я его и заглубляю. Я его и высаживаю лежа, если он очень длинный. Вы смотрите, вот эти вот корни дополнительные, воздушные, видите, идут по всему стеблю до самого первого настоящего листа. Я уже говорила, что когда вы видите такие корни, это вам растение само сигнализирует. Заглуби меня, засунь меня в землю поглубже. И вот докуда она засунуть просит его, вот досюда. Досюда я его и засуну. Но еще, я сейчас покажу вам вариант, что его можно не просто засунуть, его можно положить вот так лежа. Ну, потому что засунуть вот так глубоко не у всех удается. И не у всех там грунт такой плодородный. Его можно вот так вот лежа, как томат, прикопать. Он сам потом поднимется и будет вот вверх. Короче, то же самое, что вы делаете с томатовыми. Вы можете делать то же самое с переросшей рассадой огурцов. Сейчас я на штате в камеру поставлю. И я вам прямо покажу, как я в лунку его буду закапывать. Конечно, не вся рассада такая. Есть и крепыши. Вот такие, которые лежа не обязательно закапывать. Но вот эти я, видите, вы уже должны понимать, что оно тоже кричит засунь поглубже. Вот, видите, все. Очень хочет образовать новые корни. И вот при таком заглублении, опять же, я говорю, исходя из моего опыта, я вижу, что растения очень быстро делают ревок. Увеличивается вот эта корневая система. Они делаются такими толстенькими, крепенькими. И вот эта вот Настенька, сейчас, видите, она выглядит вроде бы хиленькой. Но у нее все нормально. У нее нормально развивается лист, у нее нормально завязи идут, у нее усики. Ей только не хватает грунта. Все, ей не хватает грунта. Я сейчас посажу. И она, поверьте, будет вот такая же вот, толстенькая, крепенькая. Все выправится. Потому что корневая система, это все для растений. Сейчас корни нарастут, будет все хорошо. Все, сейчас будем закапывать и посмотрим. Вот сейчас, когда я все свои огурцы, всю рассаду разложила по намеченным луночкам, я хочу поделиться с вами своим наблюдением. Смотрите, все огурцы посеяны были в один день. Но рассада немного отличается. Я вот один сорт отсортировала, который в рассаде не вытянулся, а ведет себя лучше всего. Вот смотрите, первые у меня тринастеньки. Я уже говорила, из-за длительного стояния, в тесном вот этом вот, я их не разложила нынче. Нужно было в 500 граммовую тару, ну как перевалку сделать. Я не сделала, и они из-за тесноты подвытянулись. Но обратите внимание, еще раз, стояли все в одной они таре. Потом такой же примерно внучок, такой же сибирский многодетный. Вы видите, по внешнему виду, если не называть сорт, то видно, что они почти все одинаковые. А вот дальше, вот эти, которые я говорила вам, толстячки, видите, какой у него стволик укороченный и утолщенный. Это новый сорт, в этом году я первый раз его посадила. Это гостиниц. И все толстые, которые я из латка рассортировала, я же сначала без названия, не знала, как называется, потом прочитала, все оказались в гостиниц. То есть есть и огурцы, которые так же, как томаты, в рассаде не сильно вытягиваются, а такие толстенькие, хорошенькие. Вот видите, вот это гостиница. Ой, как его поставить-то, чтобы его видно было. Он падает, но все равно видно, что он очень толстый, толще других. И рассада на фоне других выглядит намного красивее, именно что внешний вид у нее здоровый такой. Сейчас покажу, как я вытянувшуюся рассаду могу посадить. Конечно, не высадить, заглубить. Конечно, несколько вариантов. Можно просто, сейчас, которые покороче, которые не очень вытянувшиеся, можно просто заглубить по семи долей, вот до сюда, до первого настоящего листа. Для этого я ничего особенного не делаю, просто выкапываю ямочку поглубже. И этого уже достаточно, уже растение само стоит. Но можно пойти еще дальше, если уж очень-очень сильно оно вытянулось, можно сделать заглубление лежа, так же, как томат. Желательно, ой, подождите сейчас, тяжело работать и снимать. Желательно вот так сделать углубление, вот так, под 45 градусов, чтобы сам стаканчик был поглубже, а растение вот так вот. Ну, так, поняли? Сейчас я сделаю сначала туда глубокую ямочку. И вот здесь, как траншейку такую делаю, чтобы он все-таки за границы лунки далеко не выходил. Грунт недостаточно влажный, висох уже. Укладываю вот этот туда, этот сюда. Также я его утрамбовываю. И огурец прям сегодня и завтра вот так встанет и пойдет к шпалере стремиться. Все, вот эта посадка огурцов, как просто, обыкновенный, не вытянувшийся. Я показывала в отдельном видео, но сейчас покажу вам, если кто-то хочет в одном месте все посмотреть. Вот простой, не переросший. Я его сейчас заглублю по тому месту, по куда он просит. Все. После посадки обязательно обильно полить огурцы, чтобы хотя бы 2-3 дня им хватило влаги. И ждать, пока они не укоренятся. Первую неделю желательно не делать никаких подкормок. Ну, не вмешивайтесь, пусть они укореняются. Не нужно их чем-то дополнительно подкармливать. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok